Всем привет! Меня зовут Михаил, я представляю компанию АКБ Мастер Город Пермь. Мы занимаемся обслуживанием аккумуляторов промышленного, специального и гражданского назначения. С весны 2019 года я на своем канале запускаю цикл познавательных роликов, посвященных современному оборудованию, с помощью которого производится обслуживание и восстановление аккумуляторных батарей. В первом фильме, который вы сегодня увидите, я рассказываю о анализаторах электрохимических источников питания. Анализаторы это приборы оперативного контроля, с помощью которых производится измерение внутренних электрических характеристик аккумуляторов. В данном фильме я рассматриваю анализаторы разных фирм и методы измерения. Также рассказываю о истории появления анализаторов и тонкости работы с ними. Поехали! Анализаторы Следующий анализатор это анализатор также американской фирмы Early Detection, предназначен для стартерных аккумуляторов. Производит измерение температуры, напряжения, проводимости. На основе проводимости производит расчет токов холодной прокрутки и остаточной жизни аккумулятора. В свое время данную фирму купила фирма Midtronics. По этой причине в данном анализаторе реализованы все алгоритмы от Midtronics. Следующий анализатор это анализатор отечественного производства научно-производственной фирмы Electo Electronics, город Омск. Данный анализатор за одно подключение производит измерения сразу на четырех предварительно зафиксированных частотах. Частоты настраиваются в диапазоне от 20 до 1000 Гц с шагом установки 1 Гц. Фактически данный анализатор является анализатором спектра. По этой причине по ходу фильма я его часто буду называть таким образом. После измерения анализатор выдает множество значений, о которых вы узнаете также по ходу фильма. Предназначен практически для всех электрохимических источников питания. И последний анализатор это самый красивый анализатор, самый точный и самый дорогой анализатор среди представленных. Это анализатор японской фирмы Hioki. Измеряет активное сопротивление практически всех аккумуляторов на частоте 1000 Гц. К сожалению, в сегодняшнем обзоре отсутствует интересный анализатор Fluke 521 серии американской фирмы и распространенный в России Medtronics Celtron Ultra, также американец. Но ничего страшного в этом нет, так как имеется весь необходимый набор анализаторов, в которых применены все существующие на сегодняшний день методики измерения внутреннего сопротивления и проводимости. Анализатор спектра является моим анализатором, с которым я работаю каждый день. Остальные анализаторы мне предоставили хорошие люди, которые являются моими коллегами. Итак, господа, давайте теперь перейдем к ряду измерений с помощью данных анализаторов. Здесь я приготовил аккумуляторы в разном техническом состоянии, разной емкости. Первый аккумулятор будет Furukawa, затем Magnum, затем Delta. Посмотрим, какие значения выдают нам анализаторы, затем изучим методики измерения, для того, чтобы понимать полученные цифры. Анализатор Medtronics, аккумулятор Furukawa. Напряжение 12,68 вольта, 720 сименс проводимость. Сименсы это единица проводимости. Проводимость это обратно пропорциональная величина сопротивлению. Чем больше сопротивление, тем меньше проводимость. Чем меньше сопротивление, тем больше проводимость. Следующий аккумулятор Magnum. 12,71 напряжение, 1356 сименс проводимость. И последний, Delta. 12,8 напряжение, 264 сименс сопротивлению. Следующий анализатор, это анализатор Early Detection. Подключаем его к японскому аккумулятору Furukawa. После загрузки анализатора попадаем в довольно-таки расширенное меню. Все меню перебирать не будем, сразу же приступаем к измерениям. Здесь необходимо выбрать тип аккумулятора с жидким электролитом, АГМ, либо какая-то 31 группа. Выбираем с жидким электролитом. Далее необходимо выбрать стандарт, по которому будем измерять аккумулятор CCA, ток холодной прокрутки, CA ток прокрутки, GIS, японский промышленный стандарт, GIN, немецкий промышленный стандарт. Аккумулятор японский, поэтому выбираем стандарт GIS. Далее необходимо ввести цифры, которые выплавлены на корпусе аккумулятора 55D23. 55D23. Жмем Enter. После этого необходимо произвести измерение температуры аккумулятора. В данном анализаторе установлен инфракрасный сенсор, с помощью которого производится измерение температуры. Направляем сенсор на аккумулятор. Вот, смотрите, руку подставляю. Измеряет температуру моей руки. Направляем анализатор на аккумулятор. Жмем Enter. Итак, напряжение 12,59, 428 CCA, ток холодной прокрутки, по стандарту GIS. Хорошая батарея, пишет анализатор. Следующий аккумулятор Magnum. Выбираем CCA. Выбираем CCA. Заявлено 600 А. Выставляем 600 А. Измеряем температуру. Поехали. 12,73 напряжение, ток холодной прокрутки, 693. Хорошая батарея. Уровень жизни, шкала уровня жизни показывает практически 100%. Ну и последний аккумулятор Delta. Так, держись. Здесь необходимо выбрать Glass Mat. CCA. Ну, пускай будет 200 А. Аккумулятор маленький. Температуру оставлю прежней. Напряжение 12,66, ток холодной прокрутки 131. Уровень жизни, шкала показывает, что небольшой данного аккумулятора. Сейчас произведем один интересный эксперимент. Все то же самое, только предварительно CCA настроим 100 А. Напряжение не изменилось, ток холодной прокрутки не изменился, а вот уровень жизни резко подрос. Это говорит о том, что необходимо вводить правильные данные, для того, чтобы анализатор рассчитал правильный остаток жизни аккумулятора. Следующий анализатор Hioki. Подключаем аккумуляторную батарею. Фуру кава. Так, что-то ему не нравится. А, необходимо переключить разрядность. Снова подключаем. Производим измерения. Измеряет напряжение, измеряет температуру, измеряет активное сопротивление аккумуляторной батареи. Измерение происходит до тех пор, пока значения не стабилизируются. Напряжение 12,75, 20,8 температура по Цельсию, 6,73 мОм, внутреннее активное сопротивление данной аккумуляторной батареи. 72. Так, далее. Переходим к аккумулятору Magnum. Подключаем. Напряжение 12,73, 20 градусов, 21 почти температура по Цельсию, 4,35 мОм активного сопротивления. Значения стабилизировались. Значения стабилизировались. Переходим к измерению дельты. Подключаем. 12,8 напряжения, 20 градусов температура, 26, 16,68 мОм активного сопротивления. Ждем, опять же, когда значения стабилизируются. Значения стабилизировались, значит, измерение окончено. Температуру данный анализатор измеряет прямым методом. В минусовом щупе установлен температурный сенсор. Подставляю палец. И температура начинает увеличиваться. И последний анализатор. Это анализатор от Electroelectronics. Производим измерение аккумулятора Furucava. Вот такое большое количество значений выдает нам анализатор после измерений. Также он умеет измерять ток холодной прокрутки. В данный момент настроен европейский промышленный стандарт. Следующий аккумулятор Magnum. Напряжение 12,76 мОм. И большое количество значений. Ток холодной прокрутки. И последний аккумулятор Delta. Напряжение 12,84 мОм. Цифры совершенно другие. Ток холодной прокрутки. 165 мОм. По европейскому промышленному стандарту. На сегодняшний день существует три основных метода измерения внутреннего сопротивления электрохимических источников питания, которые применяются в портативных анализаторах. Как я уже говорил ранее, у нас сегодня уникальный случай. Три абсолютно разных анализатора, которые используют три абсолютно разных метода. Хайоки используют один метод измерения, а Electroelectronics другой метод, Metronix третий. По этой причине все анализаторы показали разные значения при исследовании одних и тех же аккумуляторов. Анализатор Хайоки использует метод эжекции синусоидного двуполярного тока в электрохимическую систему аккумулятора относительно ее напряжения на частоте 1000 Гц. Анализатор спектра использует метод нагрузки синусоидным током на четырех предварительно зафиксированных частотах от 20 до 1000 Гц. Анализатор Metronix использует метод нагрузки меандром, то есть током прямоугольной формы на частоте 100 Гц. Для того, чтобы определить плюсы и минусы каждого из этих методов, нам необходимо чуть поглубже изучить эти методы. Исторически сложилось таким образом, что все представленные методики появились не на пустом месте. Метод, использованный в Хайоки и метод, использованный в Electroelectronics появились благодаря кондуктометрии. Кондуктометрия – это физико-химический метод анализа концентрации растворов электролитов, основанный на измерении электролитической проводимости. То есть данные методы пришли из электрохимии. Метод, использованный в Metronix появился исключительно на основании электротехнических соображений, о которых вы узнаете чуть позже. Ни о какой кондуктометрии здесь речи не идет. Таким образом, Хайоки, использующий метод эжекции, фактически является полноценным кондуктометром. А анализатор Electroelectronics является кондуктометром для электрохимических систем, имеющих разность потенциалов. Более того, он является, как я говорил ранее, анализатором спектра. А анализ спектра является еще одним методом физико-химического исследования. В 1869 году немецкий ученый, физик, химик, Фридрих Вильгельм Георг Кальрауш разработал первый в мире кондуктометр для измерения электропроводности электролитов и, используя переменный ток, впервые измерил электролитическое сопротивление жидкой среды. Кальрауш разработал компенсационный мост, работающий по законам Гергофа, оригинальной конструкции. В отличие от известного на тот момент мостика Уинстона, в мостике Кальрауша два плеча моста образованы реохордом с подвижным контактом. В качестве источника переменного тока Кальрауш использовал молоток Вагнера. Контроль измерения показаний мог производиться как на стрелочный гальванометр, так и на головные телефоны, называемые в современной жизни наушниками. Благодаря высокой чувствительности человеческого слуха к низким частотам, этот способ позволил сильно увеличить точность измерения малых величин. Метод измерения электролитического сопротивления Кальрауша оказался настолько простым и точным, что его практически тут же подхватили ряд именитых исследователей первичных гальванических элементов и аккумуляторов. Чуть позже на основе мостика Кальрауша для измерения разных аккумуляторов и гальванических элементов появились мостики Баккали, Упенборта, Фрюэлиха, Нернста, Хаагна, Гала. В мостике Мафисона и Хокина впервые был применен четырехпроводный метод измерения, что в свою очередь еще сильнее повысило точность измерения сопротивления. За основу измерительной ячейки Фридрих Кальрауш взял две платиновые пластины определенной площади, расположил их на определенном расстоянии, погрузил в электролит и таким способом впервые измерил электролитическое сопротивление. Сложность измерения проводимости электролита заключается в том, что в отличие от мотка медной проволоки электролит имеет нелинейную проводимость, а если быть точнее, трехмерную. По этой причине взаимодействие пластин протекает следующим образом. Пластины всегда взаимодействуют через электролит, в основном по наименьшему пути. Далее. Также они взаимодействуют криволинейно. Если бак металлический, как у никель-казмевых аккумуляторов, то будут взаимодействовать еще и с баком. А также пластины будут взаимодействовать сами с собой. Такое взаимодействие возникает тогда, когда происходит стратификация электролита, то есть расслоение электролита по плотности. В электрохимических системах первичных гальванических элементов и аккумуляторов аноды и катоды во время измерения внутреннего сопротивления анализатором выступают в роли измерительной ячейки. По этой причине механическое состояние анодов и катодов и их электролитическое взаимодействие между собой будут напрямую влиять на измеренные значения. Таким образом, измеряя электрические характеристики электрохимической системы по полученным значениям, мы определяем механическое состояние пластин, степень их взаимодействия и заряженность, что в свою очередь напрямую влияет на текущую остаточную емкость аккумулятора или первичного гальванического элемента. Также необходимо отметить один очень важный момент, который описан в учебниках по электрохимии, но не описан в аккумуляторных книгах вообще. Это деформация анодов и катодов, которая приводит к возникновению концентрационных токов за счет трехмерной проводимости электролита. Исходя из этого, любая деформация электродов резко меняет характер измеренных значений, что в свою очередь может легко ввести в заблуждение. На основании которого впоследствии будут сделаны неправильные выводы. Также деформация меняет разрядно-зарядные характеристики элемента, которые могут вызвать нежелательные явления во время работы. Поэтому перед тем, как производить измерение сопротивления аккумуляторов, необходимо с особой тщательностью произвести внешний осмотр аккумулятора и самое главное осмотр состояния пластин. Естественно, если это возможно. При обнаружении деформации пластин особый смысл в анализе такого элемента отпадает, так как его необходимо сразу выбраковывать. Постольку, поскольку анализатор Хайоки, как я уже говорил, является полноценным кондуктометром, становится возможным произвести следующий эксперимент. Для эксперимента нам необходима банка с водой, далее поваренная соль, которую необходимо насыпать в воду. Далее необходимо все тщательно размешать. Затем берем два оцинкованных электрода и опускаем их в полученный электролит. После чего производим подключение анализатора Хайоки. Таким образом получился простейший кондуктометр, с помощью которого производим измерение электролитического сопротивления данного электролита. Если один из цинковых электродов заменить на медный электрод, выполненный из обычной медной шины, то получится следующая картина. Обращаю ваше внимание на напряжение и касаюсь электродом поверхности электролита. Появилась разность потенциалов. Буквально на ваших глазах я только что сделал простейший гальванический, элемент, простую батарейку. Сейчас производим измерение напряжения и производим измерение сопротивления внутреннего, ну и соответственно еще и температуру. При минимальном зазоре имеем минимальное сопротивление 0,6 Ом, 0,8 В, разность потенциалов, данной электрохимической системы. Анализатор спектра от Электроэлектроникс модели АЕА-30В производит измерение напряжения от 0,3 В до 30 В. Производит измерение комплексного сопротивления от 0 до 3 Ом. Также существует модель, которая производит измерение комплексного сопротивления до 6 Ом. Имеет 4-проводную систему измерения и в своем комплекте имеет щупы Кельвина. Также возможно применение щупов и крокодилов Кельвина других сторонних фирм. Давайте теперь поподробнее остановимся на том, что же анализатор спектра выдает нам после измерений. Для этого я сделал два снимка экрана и совместил их вместе для того, чтобы получилась полная картина. Первая колонка это фиксированные частоты, на которых производилось измерение. В данном случае настроены частоты 20 Гц, 100 Гц, 500 Гц и 1000 Гц. Вторая колонка это комплексное сопротивление, измеренное на этих частотах. Третья колонка это активное сопротивление, также по частотам. Четвертая колонка это реактивное сопротивление. И последняя пятая колонка это угол между векторами комплексного сопротивления и активного сопротивления. Угол выражается в градусах. Возникает закономерный вопрос, что такое комплексное сопротивление, активное сопротивление и реактивное сопротивление. Дело все в том, что аккумуляторная батарея во время измерения представляется в виде последовательной РЛЦ цепочки, в виде последовательного колебательного контура. Последовательный колебательный контур состоит из активного сопротивления и реактивного сопротивления. Все вместе образует комплексное сопротивление. Формула комплексного сопротивления выглядит следующим образом. Квадрат комплексного сопротивления равен сумме квадратов активного сопротивления и реактивного сопротивления. Данная формула нам знакома еще со школы. Квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов. Благодаря теореме Пифагора становится возможным построение векторных диаграмм последовательного колебательного контура. Характер векторной диаграммы бывает двух видов. Это зависит от реактивной составляющей. Если сопротивление индукции больше сопротивления емкости, вектор реактивной составляющей принимает положительные значения. Соответственно, угол между векторами комплексного сопротивления и активного сопротивления также имеет положительные значения. Если сопротивление индукции меньше сопротивления емкости, то вектор реактивного сопротивления принимает отрицательные значения, соответственно угол между векторами активного и комплексного сопротивления также будет иметь отрицательные значения. Таким образом анализатор спектра после измерения выдает нам не что иное, как числовые значения векторной диаграммы последовательного колебательного контура. Хочу сразу же обратить внимание на частоту 20 Гц. Реактивное сопротивление и угол векторов имеют отрицательные значения, соответственно векторная диаграмма носит емкостной характер. На остальных частотах реактивное сопротивление и угол векторов имеют положительные значения, соответственно векторная диаграмма носит индуктивный характер. Также необходимо обратить внимание на частоту 100 Гц, где комплексное сопротивление равно активному сопротивлению, а реактивное сопротивление равно практически нулю, соответственно и угол векторов имеет практически нулевое значение. На данной частоте векторная диаграмма принимает линейный вид. Комплексное сопротивление равно активному сопротивлению, реактивное равно нулю. Также частота 100 Гц для данной диаграммы является характеристической частотой. Если рассматривать векторную диаграмму свинцово-кислотного аккумулятора с точки зрения, что за что отвечает, то получается следующая картина. Вектор активного сопротивления состоит из двух взаимодействующих между собой отрезков. Отрезок А-Б это амическое активное сопротивление свинцовых электродов и всех остальных деталей. Отрезок С-Д это электролитическое сопротивление электролита. Отрезок Б-Д это сложное трехмерное взаимодействие проводимости электролита с двухмерным линейным сопротивлением электродов. а все вместе образует комплекс активного сопротивления всей электрохимической системы. Вектор реактивного сопротивления также состоит из двух основных отрезков. Отрезок АЕ – это реактивное индуктивно-емкостное сопротивление свинцовых электродов и всех остальных деталей, которое проявляется в импульсном режиме заряда и разряда электрохимической системы. Отрезок ЕФ – это сопротивление ЭДС поляризации и всякого разного рода явления, возникающие в электролите на ионном уровне. Это настолько сложно, что я даже углубляться не буду. Здесь необходимо изучать кондуктометрию. Также необходимо отметить, что благодаря мультичастотности данного анализатора при последовательно выстроенных частотах образуется некая закономерная тенденция изменения полученных значений. Так как комплексное сопротивление является суммой активного и реактивного сопротивления, то данную тенденцию удобнее рассматривать при помощи комплексного сопротивления. Если полученные значения комплексного сопротивления нанести на график, то получается следующая картина. Данный криволинейный график является частотной зависимостью комплексного сопротивления электрохимической системы при определенных значениях составляющих эквивалентной схемы. Эквивалентные схемы источников тока мы рассматривать не будем, так как анализ электрохимической системы на уровне эквивалентной схемы является высшим уровнем профессионального развития специалиста, работающего данным прибором, а данный фильм является лишь познавательным фильмом, а не обучающим. Но все же хочется отметить, что частотная зависимость аккумуляторов разной емкости бывает разная. У-образную зависимость имеют аккумуляторы средней емкости, например, это практически все стартерные аккумуляторы и 12-вольтовые моноблочные стационарные аккумуляторы. Возрастающую зависимость имеют аккумуляторы большой емкости, например, тяговые или огромные стационарные аккумуляторы. Убывающую зависимость имеют аккумуляторы маленькой емкости. Что такое характеристическая частота, а также по какой причине аккумулятор во время измерения представляется в виде последовательного колебательного контура, вы можете ознакомиться, изучая диссертацию Дмитрия Чупина «Параметрический метод контроля эксплуатационных характеристик аккумуляторных батарей». Изучая данную диссертацию, вы для себя откроете очень много нового. В конце диссертации имеется огромный список полезной литературы по аккумуляторам. А в самом конце диссертации изложены исследования на предмет заряда аккумуляторной батареи одним из шаманских методов. Ссылка на данную диссертацию будет в описании. В Ютубе случайно наткнулся на один интересный ролик, в котором специалист по обслуживанию стационарных аккумуляторов делает обзор на такой же анализатор от Миттроникса, только более поздней модели. В данном ролике где-то на 12-й минуте специалист говорит о том, что данный анализатор не всегда дает верные значения, то есть анализатор ошибается. Давайте посмотрим этот фрагмент, а затем разберемся, почему так произошло. Ссылка на данный ролик будет в описании. Хотелось бы отметить, что не всегда измерение проводимости может выявить батарею, которая неисправна. За время нашей работы, где-то всего один или два раза возникали случаи, что то есть проводимости батарей показывало, что батареи исправны, все хорошо и напряжение симметрично, но при работе под батареей батареи разряжались значительно раньше указанного срока. Ну, скажем так, с такими прогнозами указанный прибор не исправляется. Ну, в общем и целом он существенно облегчает жизнь. Тестированный при тестировании батарей в 90% случаев, скажем так, неисправности батарей выявляются. И, скажем так, его основной плюс это все-таки время тестирования. Обращаю внимание на слова героя данного ролика. Основной плюс это время тестирования. Не все методики и приборы могут похвастаться этим параметром. Итак, господа, давайте теперь разберемся с методикой, которая применена в Меттрониксе. Данная методика является третьим витком технологического развития, методики измерения сопротивления постоянным током с помощью нагрузочной вилки. Таким образом, нагрузочная вилка является прародителем данной методики. Второй виток развития метода измерения сопротивления постоянным током упомянут в книге профессора доктора технических наук Акатова Александра Петровича «Химические источники тока. Госхимиздат, 1948 год». Ссылка на данную книгу будет в описании. На странице 221 написано следующее. Наиболее простым и дающим вполне удовлетворительные результаты можно считать метод определения внутреннего сопротивления аккумуляторов по способу прерывания тока, описанным ГС Волгиным. Далее здесь дается принципиальная схема измерительной установки и формула расчета. Этот метод не получил широкого распространения, так как был разработан следующий метод на основе прерывания постоянного тока. Электрохимическая система аккумулятора во время измерения методом прерывания постоянного тока представляется в виде последовательной РЦ цепи с шунтирующим емкость сопротивлением. Активным сопротивлением цепи принято считать Р1. Реактивную составляющую данным методом получить невозможно. Шунтированную емкость с сопротивлением Р2 принято относить к двойному электронному слою, находящегося на границе контакта активной массы с электролитом. Во время измерения аккумулятора методом прерывания тока напряжение на выводах аккумулятора описывает сложную траекторию. В момент включения нагрузки происходит мгновенное падение напряжения до определенного значения. Это падение напряжения происходит на активном сопротивлении Р1. Дальнейшее падение напряжения по экспоненте происходит на шунтирующем емкость сопротивления Р2. В момент отключения нагрузки происходит мгновенный бросок напряжения также на активном сопротивлении Р1. А экспонента описывает заряд шунтированной емкости. Таким образом, рассчитав разность падения напряжения на активном сопротивлении, при известном токе нагрузки и сопротивлении нагрузки становится возможным произвести расчет активного сопротивления всей электрохимической системы аккумулятора. Сложность измерения и, как следствие, утопичность данного метода заключается в точном определении точки переходом гоновенного падения напряжения на активном сопротивлении в экспоненту падения напряжения на шунтирующем емкость сопротивления. По этой причине точность измерения данным методом будет напрямую зависеть от емкости исследуемого аккумулятора. При минимальной емкости аккумулятора площадь поверхности двойного электронного слоя также имеет минимальное значение, а активное сопротивление, в свою очередь, принимает максимальное значение. Соответственно, мгновенное падение напряжения во время измерения будет иметь максимальное значение, а экспоненты вообще может и не быть. При измерении аккумулятора большой емкости площадь поверхности двойного электронного слоя принимает максимальное значение, а активное сопротивление имеет минимальное значение. Соответственно, мгновенное падение напряжения будет иметь минимальное значение, или его вообще может и не быть. Экспоненты принимают линейный вид. Общий размах амплитуды напряжения уменьшается, а отсутствие мгновенного падения напряжения будет говорить о достижении предела измерения анализатором, использующий данный метод. Сейчас произведу измерение с помощью анализатора от Митроникс. Для того, чтобы показать, что метод измерения прерывания постоянного тока с увеличением емкости начинает откровенно троить, каждый аккумулятор измерю по 3-4 раза подряд. У себя по сусекам насобирал всяких разношерстных аккумуляторов в разном техническом состоянии разной емкости, начиная от маленьких упсовых аккумуляторов, заканчивая большими тяговыми аккумуляторами. Тяговые аккумуляторы буду измерять 12-ти вольтовыми группами по 6 банок. Первая батарея будет CSB, вторая Delta, затем Furukawa, Shinobi, Warta, Magnum, FAM, Havker Waterless и последняя Nexus. В общем, по нарастающей. От маленькой емкости к большой. CSB, первое измерение. ППП обозначает, что необходимо зарядить аккумулятор. Второе измерение. Третье измерение. Четвертое. Пятое. Раз. Два. Три. Ну и четыре. Раз. Раз. Три. ЗВОНОК В ДВЕРЬ 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 В ДВЕРЬ ЗВОНОК 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 В ДВЕРЬ Запоминаем. Nexus имеет безумно дикие значения. Из-за того, что Hioki безумно долго измеряет, произведем измерения только лишь CSB, Magnum и Nexus. У Nexus произведем измерения 12-вольтовой группы, одного рабочего элемента и одного элемента, который вышел из строя с пониженной емкостью. Произвожу измерения аккумулятора CSB. Настроил 1000 Гц. Так, 227 милиома показывает он нам. Сейчас подключаю Hioki. Так, блин, падает все у меня, отпадывает. 225, 224 и 9 милиома. Так, далее. Аккумулятор Magnum. 4, 27, 28, 25, 26 милиома. Так, сейчас подключаю Hioki. Необходимо изменить разрядность. Запятая перескочила. Подключаем. Так, ну все, переходим к Nexus. Аккумулятор Nexus. Произвожу измерения 12-ти вольтовой группы. Сопротивление 1,69-1,68 милиома. Hioki. Так, есть контакт. Так, следующее измерение. Один рабочий элемент, 2-х вольтовый рабочий элемент. Измеряем. Сопротивление 0,27-28 милиома. Подключаем к нему же Hioki. Смотрим, что получилось. Что получается. Так, хорошо. Далее подключаем, производим измерения вышедшего из строя элемента с пониженной емкостью. 0,59-56-55 милиома. Подключаем Hioki. Ну, в общем, все. Как вы уже наверняка поняли, анализатор Hioki и анализатор спектра, настроенный на частоту 1000 Гц, измеряют одинаково. Формулы расчета активного сопротивления одни и те же, так как принципиально оба метода являются одним и тем же. Если рассматривать мануал Hioki, написанный на японском языке, то мы обнаружим похожую векторную диаграмму, которые рассматривали, изучая анализатор спектра, с единственной разницей, что вектор реактанца вынесен в левую сторону. Анализатор Hioki, из-за примененного в нем метода эжекции полноценного переменного тока, не может измерять более чем на одной частоте, так как в измерительной части имеются емкости, подобранные для работы с этой частотой. По этой причине в начале измерения мы наблюдаем дрейф измеряемых значений до тех пор, пока емкости не достигнут некого баланса. Емкости в измерительной части сильно влияют на истинные значения реактивного сопротивления. По этой причине ни реактивное, ни комплексное сопротивление не выводятся на дисплей. Рассматривать подробно механизм измерения Hioki и анализатора спектра, так же как и у Миттроникса, я не буду. Изучайте диссертацию Димы Чупина, там это все есть. Ну и напоследок, давайте поизмеряем токи холодной прокрутки данных аккумуляторов с помощью Early Detection и анализатора от Electroelectronics. Early Detection, к сожалению, не смог измерить ток холодной прокрутки у CSB. И последнее измерение это 12-ти вольтовая группа Nexus. Так, глаз мат, CCA, ток холодной прокрутки надо, наверное, по максимуму выкрутить. 2236 показал анализатор Electroelectronics. Что, все, что ли? Точно все. 1835 CCA. Нелинейная разница полученных значений с этих анализаторов вызвана тем, что для измерения токов холодной прокрутки используются, во-первых, разные методы, во-вторых, разные поправочные коэффициенты математической формулы. Формула используется в этих анализаторах одна и та же, она является стандартной. Одинаковые значения возможно получить только при условии, что аккумулятор 100% исправный и 100% заряженный, то есть новый и полностью сформированный во время ввода в эксплуатацию. Все остальные измерения всегда будут разными. Итак, ребята, поскольку я являюсь счастливым обладателем данного анализатора, давайте я вам поподробнее расскажу, что умеет этот анализатор и какие настройки у него имеются. При включении анализатора попадаем сразу в режим измерения напряжения постоянного тока. Подключаем щупы к аккумулятору и измеряем напряжение. Следующие режимы уже относятся к измерению сопротивления. Режим Impendance Measurement удобно использовать с крокодилами Кельвина, то есть сперва подключаются крокодилы к аккумулятору, затем нажатием центральной кнопки запускается режим измерения. Сейчас щупы не подключены. Поэтому он нам выдает ошибку. Выходим. Следующий режим Impendance Measurement Daily отличается от предыдущего наличием регулируемой по времени задержки начала процесса измерения. Этот режим используется со щупами Кельвина в неудобных местах, где невозможно подключиться к крокодилами. Сперва запускаем режим измерения, затем пытаемся надежно подключить щупы. И последний режим Trigger Measurement. Данный режим предназначен для отбраковки аккумуляторов по предварительно установленному пороговому значению напряжения. Запускается этот режим автоматически при касании щупов к аккумулятору. При условии, если напряжение аккумулятора выше заданного порога. Если напряжение ниже, то анализатор выдает ошибку, которую вы сейчас видите. Так, вот ошибка. Давайте попробуем измерить аккумулятор. Напряжение было выше заданного порога. Измерение запустилось сразу же. Из режима измерения напряжения стрелкой вниз попадаем в меню настройки анализатора. Первый пункт меню Frequency. Частота. Давайте поизменяем частоты и поизмеряем. Посмотрим, что происходит. Так, первая частота у нас 20 Гц. А давайте, пускай она будет 120. Вторая частота 60. Пускай она у нас будет 60. Предположим, 7. Так, третья частота будет, предположим, 330. Нет, давайте будет 333. Здесь самое главное понимать, что вы делаете и для чего производите настройку частот. Четвертую частоту вообще отключим. Выходим. Выходим. Сейчас давайте произведем измерение на этих частотах. Так, подключаем к аккумулятору. Ну вот, то, что настроили, то и измерили. Далее, после измерений, производим сохранение полученных значений во внутреннюю память. Первый пункт настройки – это номер аккумулятора. Максимальное значение 4 девятки. Сохраняем. Второй пункт настройки – это номер ячейки в аккумуляторе. Давайте поставим максимальное значение. Производим сохранение. Сохранили. Выходим. Так, давайте сейчас отключим все частоты. И поизмеряем только ток холодной прокрутки. Так, выходим. CCA-MOD. Заходим. Настроен европейский промышленный стандарт. Выходим. Производим измерение только тока холодной прокрутки. Ни одна частота не отработала, потому что они отключены. Измеряли только ток холодной прокрутки. Так, давайте сейчас выйдем. Зайдем еще раз в CCA-MOD. Настроим немецкий промышленный стандарт. И еще раз измеряем. То есть можно с частотами, можно без частот. Как угодно. Производитель об этом позаботился очень хорошо. То есть гибкость прибора на высшем уровне. Так, ток холодной прокрутки по немецкому промышленному стандарту. Выходим. Exit. Заходим. Дальше еще раз в меню. Daily. Здесь производится настройка времени задержки. Ну, здесь просто в секундах. Ничего тут такого сверхъестественного нет. Но если только посмотреть максимальное значение. Почти 10 секунд. Ну и минимально давайте глянем. А, вообще отключается. Интересно. Так. И триггер. Триггер. Здесь задается уровень напряжения. Сейчас задан порог 1 вольт. Давайте мы его изменим. Сделаем, предположим, 14 вольт. И посмотрим, что из этого получится. Запустится у нас измерение или нет. Ретурн. Так. Производим измерение. Подключаю щупы к аккумулятору. Напряжение 13 и 14. Соответственно, он у нас ниже заданного порога по напряжению. Анализатор пишет ошибку. Дальше. Триггер нужно установить обратно. 1 вольт. Так. 1 вольт. Выходим. Здесь у нас еще есть about. Версия прошивки. Версия железа. Ну и все, в общем-то. Сохраненные данные во внутреннюю память анализатора выгружаются через USB кабель в компьютер. И с помощью специализированной программы ChartBuilder производится дальнейший детальный анализ полученных данных. Ссылка на скачивание программы будет в описании. Сразу же за ней будет ссылка на руководство по использованию программы и еще одна ссылка на файлы с огромным количеством данных, полученных с разных аккумуляторов. И в завершении данного фильма необходимо затронуть тему нагрузочных вилок. На сегодняшний день все существующие современные нагрузочные вилки имеют принципиально неправильную конструкцию с точки зрения теоретической основы электротехники. По этой причине родилось множество разных непонятных методик тестирования текущего состояния аккумулятора. Смотрят падение напряжения на пятой секунде, на десятой, на пятидесятой и так далее. Для того, чтобы показать, что в современных вилках сделано не так, в одном из следующих фильмов я продемонстрирую один из вариантов модернизации именно этой нагрузочной вилки. После чего она начнет работать и показывать правильные значения, что называется по всем законам электротехники. Теперь хочу указать еще одну существенную тонкость, касающуюся метода прерывания постоянного тока. Мгновенное падение напряжения, образующееся в момент включения и отключения нагрузки, происходит не только на сопротивлении R1, как написано в старых книгах. На самом деле, с точки зрения теоретической основы электротехники, данное изменение напряжения происходит на всей цепи. Выделить настоящее напряжение на сопротивление R1 невозможно. Поэтому анализаторы Metronix и Ежесними, использующие этот метод, выдают после измерения ненастоящие сименсы или омы по отношению к настоящему активному сопротивлению R1. Теперь давайте подведем итоги по анализаторам. Анализаторам Metronix и анализаторами, работающими по методу прерывания постоянного тока, допустимо работать только с исправными аккумуляторами. Если у вас аккумуляторный парк изношенный, или вы, как и мы, занимаетесь восстановлением аккумуляторов, то такие анализаторы вам вообще не подходят. Это даже не обсуждается. Early Detection – это довольно неплохой анализатор для работы со стартерными батареями в условиях автосервиса. При слабом потоке аккумуляторов, то есть максимум до 10 измерений в день, потому что у него миллион настроек. Early Detection не предназначен для массового измерения аккумуляторов. Где-то на 15 измерении подряд силовая часть нагрузки перегревается, и он выдает ошибку, требуя перекура. Hioki – это дорогой, точный, крутой японский тормоз. Прибор высококлассный, но при массовом измерении множества аккумуляторов можно помереть от его тормознутости. Очень хорошо подойдет в качестве настольного лабораторного прибора с небольшим потоком аккумуляторов. Более того, при приобретении такого анализатора необходимо обращать внимание на его характеристики, так как существует несколько подвидов данной модели, которые отличаются по ряду параметров. Анализатор Electo Electronics является довольно мощным измерительным инструментом. При наличии опыта и понимания, заодно подключение по полученным данным возможно дать оценку текущего состояния аккумулятора с высокой точностью, не прибегая к сравнительному анализу и мануальным значениям аккумулятора. И напоследок укажу еще один очень важный момент из разряда тонкостей. Благодаря мультичастотности данного анализатора становится возможным по полученным значениям определить корректность подключения щупов анализатора к исследуемому аккумулятору. Ни один из представленных анализаторов не может дать такой информации, разве что только Хайоки, но и с ним нужен опыт. Помните, когда Metronics показал Каре? Так вот, как раз это и было некорректное измерение. Я сразу же об этом знал, но решил не выдавать это раньше времени. Ну вот и все, друзья, данный фильм подошел к концу. Если вам понравился увиденный фильм, ставьте лайки. Если не понравился, все равно ставьте лайки. Потому что если данный фильм за короткий промежуток времени наберет более 1000 лайков, я вам продемонстрирую еще один супермощный, суперточный японский анализатор Kikusi KFM2030, который измеряет все возможные аккумуляторы, вплоть до топливных элементов. По техническим вопросам и вопросам приобретения анализатора Electroelectronics можете обратиться ко мне напрямую. Также можете обратиться к нашим партнерам или сразу напрямую к производителю. Адреса и ссылки в описании. А в следующих видеороликах, помимо нагрузочной вилки, я вам покажу один удивительный прибор, с помощью которого производится измерение заряда пластин свинцового аккумулятора. Данный прибор относится к технологиям 19 века, и его может повторить любой практикующий аккумуляторщик. Далее мы рассмотрим еще не менее интересный измерительный прибор, который называется аккумулятор Battery Logger, сокращенно Аблогер, с помощью которого производится измерение и запись мгновенных значений напряжения и тока для последующего анализа производства фирмы Electroelectronics. И в самом конце рассмотрим активатор электрохимических источников питания, с помощью которого производится обслуживание и восстановление аккумуляторных батарей практически всех видов и типов. Ну вот и все, друзья. Благодарю всех за внимание. Желаю всем удачи. Всем пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Дальше будет интересней. Продолжение следует...